Всем привет, это Олесио, надеюсь у вас все хорошо. В этом видео мы посмотрим на вот этот график, имеющий огромные последствия для крупнейших рынков. Вероятно, вы даже удивитесь о том, что говорит данный график о рынках на будущие несколько лет. Окей, присоединяйтесь. И с возвращением. Перед тем, как вернемся к графику и пониманием того, что это значит для крупнейших рынков, я вам расскажу, где нахожусь. Это видео я делаю, находясь на юге Соединенного Королевства. Это остров Джерси, который на самом деле очень красивый. Если вы там еще не были, я вам очень рекомендую его посетить. Всего лишь пара недель назад я путешествовал в Тегеране. И знаете, некоторые иногда говорят мне, слушай, что же там дело, это опасно. Друзья, на самом деле не верьте в этот бред, распространяемый в медиа о том, как опасно в Иране. На мой взгляд, Иран и Тегеран одни из самых безопасных мест и очень красивые для того, чтобы туда съездить путешествовать. И провести хорошо время, особенно весной. И, кстати, если вы со мной не согласны и считаете, что Иран опасный, что ж, окей, ничего страшного в том, чтобы жить опасно. На самом деле, философ Ридрих Ницше говорил в своей книге одно из самых лучших, на мой взгляд. Если хочешь жить полной жизнью, а если хочешь жить на полную, тебе следует принять опасность. Тебе нужно в какой-то степени принять опасность, если ты хочешь жить полной жизнью, и я с этим согласен. Но давайте вернемся к графику, и я хочу вам, пока прогуливаюсь по этому прекрасному острову Джерси, поговорить о этом шокирующем графике, имеющем важные последствия для крупных рынков, а потенциально и для биткоина. Как вы знаете, фондовые рынки биткоин сильно коррелируют. Итак, график, о котором я хочу с вами поговорить, называется циклом Беннера, который был изобретен человеком по имени Сэмюлом Беннером в 19 веке. Также выражаю благодарность Джо Кэппеллу из Sentiment Trader, который принадлежит аналитику Джейсона Гайперду, которые выпускают отличные исследования. Этот график, цикл Беннера, делает интересные предсказания или прогноз по фондовому рынку на несколько следующих лет. Кстати, ребят, пока я здесь стою, прямо передо мной находятся вот эти водоросли. Не уверен, можно ли по ним ходить или нет, но пока я их обойду стороной, будучи неуверенным о том, что находится под ними. Но в любом случае, давайте вернемся к графику и к циклу Беннера. Итак, что такое цикл Беннера? Давайте посмотрим на историю. Сэмюль Беннер был очень богатым и успешным фермером 19 века. И он все потерял, все свое состояние в 1873. В результате этой потери Сэмюль Беннер стал интересоваться колебаниями внутри рыночных циклов. Он начал погружаться и глубоко изучать циклы и колебания, которые присущи рынкам. И пришел к очень интересному паттерну, который в конечном итоге он поместил на график, как вы видите здесь, и назвал циклами Беннера. И для информации, этот график был нарисован Сэмюлем Беннером более 100 лет назад, в 1875. А также опубликовал свой график и книгу, посмотрите, здесь его подпись, в этом же 1875. Но, друзья, что нашел Беннер? А то, что рынки буквально имеют два цикла. Один более крупный, мы называем его основным циклом, который здесь нарисован этим оранжевым, оранжево-коричневым цветом. Назовем его крупным циклом. А также есть меньший цикл, не такой большой, представленный черным. И что, друзья, интересно, то, что цикл Беннера обозначил важные верхи и низа рынков за последние 100 лет. И, кстати, должен сказать, что Джей Кэппл из Sentiment Trader предупредил, что это не торговая система, которую не следует использовать как сигналы покупки и продажи. Даже с учетом того, что Беннер сам называл эти моменты для покупки и продажи. Что довольно интересно и смешно. Как правильно сказал Джей Кэппл, говорил, что их можно использовать как направление. То есть, это больше инструмент, который вы можете добавлять к другим важным сигналам, который, возможно, вы пользуете, и это может быть полезным, как дополнительный уровень вероятности, который вы используете в дополнении к вашим инструментам. Итак, циклы Беннера и как работают? Сначала давайте обсудим крупный цикл, отмеченный здесь коричневыми линиями. Более крупный цикл. Обратите внимание, что конкретно вот этот цикл, и, друзья, я не буду погружаться в формулы, по которым конкретно этот цикл считается, но обратите внимание, что более крупные циклы отмечаются критично важной вершиной низа. И еще одна вещь, которую хочу отметить. Говоря об этих годах на графике, циклы Беннера попадают на концы этих лет, на момент их завершения. То есть, если мы говорим о 1999 году, то речь идет не о начале 99-го, а о его конце. Здесь у нас еще один пример. Посмотрите на первую важную вершину, о которой здесь идет речь. 1927-й крупный цикл. То есть, он говорит, что у нас может образоваться крупный падающий цикл с конца 1927 года до примерно 1931. И если подумать, то он почти угадал, так как крупнейший крах, крах Уолл-стрит 1929-го, был всего лишь год или полтора после этого. И если кто-то следил за этими циклами и продал в 1927-м, они были бы вне рынка с 1927-го года полностью до 1929-го или даже 1931-го, то они бы избежали этот ужасный крах Уолл-стрит 31-го. То есть, на мой взгляд, они почти совпали, так как индикация была всего лишь в одном году от Великой Депрессии 30-х годов. Но что более важно, также вы могли заметить, и не забывайте, он разработал этот график больше 100 лет назад. И уже тогда он предвидел крупную вершину 99-го года, на самом деле в конце 99-го. Как я говорил в начале, эти даты указывают на конец каждого года. Заметьте, он был прав насчет бычьего периода с 96-го полностью до 99-го. И это образовалось во время пузыря дуткомов, а также о крахе этого пузыря, который случился всего лишь годом спустя после 99-го года. Как мы помним, фондовые рынки достигли вершины в 2000-м, а затем образовался крупнейший крах, на 80% упал NASDAQ, не говоря о 50% крахе S&P 500. Также его верное предсказание было относительно крупного краха в конце 2019-го года и начало 2020-го. Это крупный крах во время пандемии в 2020-м. Возможно, выпустили крупное ралли после этого краха. И, кстати, давайте посмотрим на замок, который находится сзади меня. Такой красивый, потрясающий. Но давайте вернемся. Конкретно в этом видео я хочу обратить ваше внимание на меньшие циклы, потому что маленькие циклы, отображенные на графике черной линии, на самом деле более важны относительно того, о чем я хочу поговорить. В соответствии с данными о Джей Кэппелла и Сентимент Трейдер, есть определенный паттерн, который открыл Сэмюэль Бэннер в связи с колебаниями внутри циклов. Как вы видите из этой таблицы, по данным Сэмюэля Бэннера, рынок проходит через 2 года хорошего или позитивного цикла, а затем через 5 лет плохого периода, либо негативного цикла, затем 4 хороших или позитивных лет с последующими 7 негативными годами, затем 3 позитивных года, за которыми идут 6 негативных лет. То есть общую картину вы уловили. Эти данные говорят нам, что меньшие циклы, нарисованные здесь черным цветом на моем графике, вот что из этого следует интересного. Давайте посмотрим на более ранние примеры с 1926 по 1931. Это немного ранее, чем крах 1929, но в любом случае вы бы избежали этого. Крупнейшую депрессию, первый крупнейший крах, который у нас был в 2029-31. Но если мы посмотрим на более недавние периоды времени, например, с 1996 по 99, то, конечно же, в конце 99 года, как мы уже объясняли, крах доткомов, но ведь очень интересно, заметьте, он ведь прогнозировал и предсказывал крупный крах 2006 и 2008 годов. Опять же, если бы вы распродались в 2006 году или в конце 2006 года, так как на графике отмечены концы годов, то вы бы избежали крупного краха 2008 в конечном итоге. И, конечно же, не каждый из этих сигналов на его графике правильный. По сути, есть некоторые, которые неправильные. Например, он предсказывал вершину в 2016 года, что неправильно, на самом деле 2016 хороший был год для входа в фондовый рынок, но в любом случае основная часть сигналов на графике Беннера и его циклов являются корректными, ну или, по крайней мере, практически верны. И что мне очень интересно, так это его прогноз на 2023, который, кстати, это текущий год, в котором я делаю это видео. И Беннер нам говорит, что на момент завершения года 2023, то есть в его конце, должен быть хорошим моментом для того, чтобы покупать или открывать лонг в фондовом рынке. Как я говорил ранее, когда мы упоминаем 2023 год, то речь идет о его завершении, и это должно быть хорошим временем для входа в лонг, или просто покупать фондовый рынок. То есть, в соответствии с циклами Беннера, с 2023 по 2026 должен быть хорошим периодом, позитивным, удачным для фондового рынка, что, на мой взгляд, является очень интересным и даже очаровывающим. И через пару минут я поделюсь своим мнением на этот счет. Но предположим, что циклы Беннера корректны. Давайте исключим сомнения и предположим, что рынки последуют циклам Беннера. Это было на протяжении более ста лет, с 1875. Это значит, что если Беннер прав, и если мы продолжим следовать его циклам, то это будет значить, что мы, вероятно, увидим позитивный и удачный бычий период с конца 2023, с момента его окончания, полностью до завершения 2026. Другими словами, если циклы верны, то трехлетний период с конца 2023 до окончания 2026 года вероятно будет периодом удачным, позитивным и бычим, когда нам следует заходить в лонг, другими словами, быть в рынке. И, кстати, если это верно, то это будет значить хорошим периодом и для биткоина, вместе с криптом, так как мы знаем, что биткоин и крипто имеют позитивную корреляцию с фондовым рынком. Но позвольте мне поделиться своими собственными мнениями на эти циклы. Как я говорил ранее, данные циклы не должны использоваться как систему для трейдинга в виде сигналов на покупку и продажу. Как говорил Джейк Кэппл, это лишь гайд. Это инструмент, который следует использовать вместе с другими инструментами. Но мое личное ощущение, что он прав относительно конкретно этого периода. Не могу сказать, что я уверен до конца 2026, но я думаю, что он прав относительно того, что 2023 это будет хороший период. Далее, если мы следуем его строгому анализу и интерпретации, то нам следует ждать конца этого года, конца 2023, для того, чтобы зайти в лонг, в фондовый рынок. Но лично я думаю, что это начнется раньше. Как я уже говорил на протяжении нескольких последних месяцев, и повторюсь, если вы являетесь членом наших членских видео, то вероятно вы знаете, что я настроен по быче буквально с января этого года. Так что лично я думаю, что Бэнер называет гораздо более поздний период для бычьего настроя для фондового рынка. Но я уверен, что все произойдет раньше, и я думаю, что бычий период уже на самом деле начался. Позитивный период для фондового рынка начался, на мой взгляд, буквально с января этого года. Так что я повторюсь, Бэнер, на мой взгляд, прав, что период с 2023 года и в течение последующих нескольких лет будет периодом бычьим для фондового рынка. На мой взгляд, гораздо более высокие уровни и цены нас ожидают впереди для S&P 500 и крупнейших фондовых рынков. Говоря о S&P, гораздо большая вероятность, что мы будем находиться выше низов. Конечно же, я могу ошибаться, но, по крайней мере, это моя точка зрения. Далее, говоря о его предсказании о том, что рынки могут достичь вершины в 2026, я думаю, что он прав. Но я все же думаю, что рынки могут достичь вершины гораздо быстрее, чем наступит 2026 или перед окончанием 2026. Опять же, если следовать строго интерпретации циклов Бэннера, то Бэннер говорит, что рынки могут достичь вершины к концу 2026. Лично моя точка зрения, на мой скромный взгляд, рынки могут достичь своего верха до наступления конца 2026. Может, в течение нескольких следующих лет, но я думаю, что, по крайней мере, это будет не в этом году. Вряд ли мы это увидим в 2023. Я думаю, что более вероятно достичь вершину к концу следующего, 2024 года. Ну, или, возможно, в 2025. Вот почему в этой ситуации я, вероятно, не соглашусь с Бэннером, но повторюсь, что Бэннер делал этот график более 100 лет назад, в 1875. Так что мы должны дать ему, по крайней мере, какое-то уважение и признать, что у него не было волшебного шара, а он просто отслеживал колебания рынков. Но повторюсь, что я говорил ранее, и говорил Джей Кэппел, этот инструмент не должен использоваться как исключительно сигнализатор к покупке и продаже. Нам необходимо совмещать это с другими техническими методами. Так что, например, если мы увидим медвежий период, если мы увидим крупные падения, то мы можем использовать цикл, цикл Бэннера, чтобы добавить дополнительный вероятностный уровень. Аналогично, если мы увидим очень сильное движение, очень мощное движение вверх, или крупное ралли в этом году, в 2023, или в следующем, то это также может поддержать образование текущего цикла. Другими словами, я использую эти циклы Бэннера не исключительно, а как дополнительную вероятностную степень, как дополнительный инструмент к моим имеющимся. И заключительное слово о циклах Бэннера. Давайте вернемся обратно к графикам и еще раз на них посмотрим. Заметьте, он говорит, что этот медвежий период, медвежий рынок, который может начаться с конца 2026 года, в конечном итоге, закончится в 2032 году. Другими словами, если он прав, то этот медвежий рынок может продлиться 6 лет, то есть буквально до конца этого десятилетия. Это будет очень ужасный, тяжелый медвежий период для фондовых рынков. Если, конечно же, цикл Бэннера правильный. Я думаю, что он в этом случае прав. Я думаю, что следующий медвежий рынок может начаться в течение нескольких следующих лет и продлиться несколько лет. Это не будет коротким медвежьим периодом. Он реально продлится несколько лет, буквально до конца этой декады. То есть думаю, что здесь Бэннер прав. Ладно, друзья, надеюсь, вам это видео понравилось. И, кстати, скажите ваше мнение о том, что вы думаете о цикл Бэннера. То есть вы согласны с Бэннером или считаете, что он не прав? И также объясните, почему. Напишите мне это в комментариях. Мне будет интересно почитать и вас послушать. Ладно, друзья, желаю вам из Джерси отличной недели. До следующей встречи. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!